Абдулгирею Хамчиеву 92 года. Когда ингушей депортировали в Казахстан, ему было 15 лет. И те события до сих пор стоят перед глазами, а стук колес вагона отчетливо эхом отзывается в памяти. В тот суровый февраль 44-го семья из шести человек вместе с другими земляками отправилась в неизвестность. Холод, голод и несправедливость – все это смог выстоять не только он, но и его родные. В тот день ходили разговоры, что нас могут выслать в Сибирь. Затем всех старейшин собрали во дворе школы, а тех, кто был помладше, разместили в саду той же школы. Говорили, что будут посылать тех, кто в чем-то провинился. Я помню, как в тот месяц ни разу снег не выпал, а именно в день депортации он пошел крупными хлопьями. На следующее утро нас погрузили в грузовики и отвезли на вокзал. Там всю мою семью загрузили в вагоны и отправили в неизвестность. Молва о том, что в Казахстан везут дикарей, прошлась быстро. Местные жители вначале с осторожностью поглядывали на них. Но день за днем стали понимать, что этих людей жестокими точно не назовешь, и они не могут быть предателями. Ингуши всячески старались наладить свой быт, брались за любую работу. Со временем и с местными жителями стояли горой друг за друга. Наш отец, когда мы ехали в Казахстан, успел продать все. В Казахстане нас определили старые бараки. Там отец познакомился с местным жителем, которого и попросил найти его семье небольшой дом и корову, чтобы купить. Так с его помощью мы обрели новое жилье. Корова стала давать молоко, которого нам хватало. Местные жители видели, что мы хотим жить в мире и дружбе. Старались делиться тем, что имеем. Так и родилась наша большая дружба с казахами. Тогда 15-летнему Абдул-Гирею пришлось узнать, что такое недетский труд. Он тоже вышел на работу. Ему приходилось проверять железнодорожные пути, при необходимости менять рельсы и следить за состоянием железной дороги. Мне было всего 15, меня не хотели брать на работу, но мама пошла в контору, в отдел кадров и попросила женщину пойти навстречу. Положение было тяжелое. Так я и стал работать на железнодорожных путях, следить за их состоянием, а при необходимости ремонтировать их. Глаза боялись, а руки делали. И так прошло около шести лет. Каждый день я проделывал путь в один конец, в семь километров. Также были, конечно, и другие работы. Для нас местные жители скопали поля и сказали, что вас прислали сюда жить, домой вы не вернетесь. Сажайте себе пшеницу, кукурузу и картошку. Так и жили, работая на полях или в других местах, где придется. Единство и сплоченность – это то, благодаря чему им удалось выжить. Это были непростые 13 лет вдали от Родины. Они не смотрели на нацию вероисповедания. Все жили, как большая дружная семья. Старались делить даже последний кусок хлеба. «Если бы не наша дружба и сплоченность, мы бы там умерли. Мне так кажется. Мы не делились на веру и нацию. Даже когда мы уезжали в Казахстан, многие говорили, что нам не позволит молиться. Но это горе сплотило всех воедино. Мертво хоронили все вместе. Последним куском хлеба также делились со всеми. Каждый показал свою лучшую сторону. Так и прожили эти 13 лет». «Сегодня мы живем в мирной и процветающей Ингушетии», – отмечает Абдулгирей. «Но что происходит с большинством? Мы не радуемся успехам близкого и гонимся за сомнительными ценностями». «Человек может говорить только то, что знает. Я скажу то, что вижу. На сегодняшний день мы можем плакать от счастья, видя то, что имеем. Многие не знают, как нам пришлось жить, что нам пришлось есть. Сегодня же все по-другому. У нас есть, что пить, есть, одевать и жить так, как пожелает наша душа. Но несмотря на это, мы находим из-за чего огорчаться и переживать. Цените то, что имеете». С каждым годом все меньше остается очевидцев событий 76-летней давности, тех, кто испытал все тяготы, лишений, всылки. Но несмотря на все это, каждый из них с надеждой смотрит на лучшее будущее. Будущее, которое мы должны строить все вместе. Светлана Томова, Майербек Мержоев. Новости 24.